Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До свидания! Встретимся в следующий четверг в 23.30. Или в пятницу с утра пораньше на канале РТР в 7.50. Пока! Ценится свежесть, будь то внешний вид, идеи или продукты. Считается, что сказанное под занавес лучше всего запоминается. В финале дня в 23.30 в каждый четверг мы будем рассказывать вам новые истории о красоте. А каждую пятницу мы будем повторять эти истории, пока вы еще свежи и открыты для информации. Всего хорошего! Встретимся в четверг в 23.30. Или утром в пятницу на канале РТР в 7.50. До свидания! Встретимся в следующий четверг в 23.30. Или в пятницу с утра пораньше на канале РТР в 7.50. Пока! Привет-привет! Это «Модная линия». Мы продолжаем выяснять, кто же такой модный человек. Лично мне, Галине Килипенко, кажется, что модный человек – это не тот человек, который вот как-то суперстильно одевается, а тот человек, о котором больше всего говорят. Я готова день и ночь говорить о Наталье Евгеньевске. Ну и что? Вы-то, может быть, думаете и по-другому? Сообщите, пожалуйста, три модные персоны. «Модная линия» – это линия, которую человек вычерчивает сам. Марина Чапок – человек из сияющего и притягательного мира, где бал правит его величество. Марину называют первой из тех, кто стал продвигать элитную моду в Ростове. И одной из самых интересных устроительниц показов одежды. По опросу программы «Модная линия» Марина Чапок названа в числе самых модных людей Ростова. На мой взгляд, к моде нужно относиться по принципу гармонии. В вещах нужно всегда пытаться найти скрытый смысл. И тогда это будет одежда, будет отображением вашего внутреннего «я». Это самое главное. К моде нельзя относиться как к диктату. Сегодня модно одно, завтра другое. Главное – найти ваше гармоничное состояние внешнего облика и внутреннего. Тогда это будет звучать, тогда будете вы звучать всегда модно и актуально. Что касается моего личного мнения, я считаю, что черный цвет – это один из самых изысканных цветов в моде и в одежде. Ничего более красивого, радикального мода еще не придумала. На мой взгляд, именно черный цвет, он кристаллизирует стиль. Вечерняя коллекция, она и полагает, естественно, присутствие маленького вечернего платья или какой-то черной детали в одежде. Конечно, я поддерживаю не всех модельеров. Мне, например, очень нравятся японские дизайнеры, потому что все-таки это страна с тысячелетними традициями, и у них все очень мудрое, нет ничего лишнего. Но, опять же, это мой исключительно субъективный взгляд на моду. Очень жаль, хотя, по-моему, я вам уже говорила, эту фразу, что мы все-таки в стране не научились по-настоящему играть джаз и отбивать степ. То есть нужно импровизировать, нужно научиться радоваться даже в этом жизни. Нужно определить свое отношение к статусным вещам, а к статусным вещам относятся меха, золото и так далее. Нужно, чтобы лицо сияло изнутри, кожа прозрачная. Все должно сиять. Вы должны сиять изнутри и снаружи, но как в мире. Но, опять же, это очень важно сочетание внутреннего «я» и того, что вы хотите увидеть на себе. Салон «Космос», где каждый день идет творческий процесс по созданию неземной красоты вполне земным созданием, первым в наступившем новом веке получил сертификат качества от Донского центра сертификации услуг и продукции. Этот документ, вручение которого состоялось 17 января, подтверждает профессионализм мастеров и безопасность оказываемых в салоне услуг. Что касается профессионализма, достаточно сказать, что руководит коллективом салона «Космос» мастер международного класса, вице-президент Донского союза парикмахеров Ольга Берберян. А нынешний сертификат стал уже 25-м по счету документом в ряду грамот и наград, полученных мастерами космического салона на различных конкурсах. Сертификат, врученный представителями Донского центра сертификации услуг, аккредитованного госстандартом России, был воспринят коллективом «Космоса» как очередная победа в постоянном движении вперед, вернее вверх, как и положено космическому кораблю. Название все-таки обязывает. Продолжаем показ «Все праздники мира». Вообще-то климат в долине Нила был таким, что не требовал одежды. Совсем. Мужчины в период древнего и среднего царств носили набедренную повязку, а фараон – большое ожерелье, символизирующее солнце, источник жизни на земле. Пастушеский жезл и искусственная борода также являлись знаками могущества. В остальных же деталях костюм фараона от общепринятой одежды не отличался. Я думаю, что костюмы расширяют наш кругозор. В коллекции мечты фараона Оксаны Серегиной представлены три костюма. В следующей модной линии будем праздновать Иван Купала. Различные представления у народов мира о красоте. Древним сарматам, обитателям наших южных степей, решительно не нравилась естественная форма черепа, и они изменяли визу в соответствии со своими представлениями о красоте. В Москве при Академии парикмахерского искусства состоялся конкурс на создание образа лета 2001 года. Ростов представляла известный стилист по прическам Анна Юдина. В итоге Анна вошла в десятку лучших специалистов и получила приз. Очень хорошие и очень дорогие нужды. Но главное, что они волшебные. Больше всего меня поразило в этом семинаре то, что нам, как участникам, дали возможность испробовать введенное непосредственно на модели. То есть провелся конкурс между участниками и слушателями этого семинара, и каждый мог создать свой образ лета 2001 года на модели, которые мы предоставили. Мы могли делать все, что угодно. Мы могли использовать, конечно, новые технологии, которые мы посмотрели, но также и вносить свое личное видение, которое есть у каждого мастера. Мастера съехались те, которые привыкли к смелым работам, которые первыми воплощают моду в жизнь, которые первыми преподают ее нашим клиентам. Очень стильные работы, очень сильные. В основном, конечно, были представители столицы, Рига, Сибирь. Ну, вообще разные. Но из Ростова больше не было никого. Здесь были только мы. Конкурс, конечно, поощрялся, причем очень хорошими призами. Самое главное для победителей – это бесплатное обучение в академии. То есть это лучшая награда для мастера. А что касается прогнозов на лето, то в моде будет очень яркая и очень сложная окраска. Модно, чтобы было видно. Вот, допустим, какая-то модель. Яркий и смелый окрас, который очень интересен, никогда вам не надоест. Вы можете выбирать любой из оттенков, которые у вас на голове в данный момент, и сделать его доминирующим в этот день. На следующий день у вас может быть совершенно другое настроение, и вы сможете быть уже практически другого цвета, и стрижка может совершенно по-иному выглядеть. Сейчас мы наблюдаем результат работы, которая создает образ лета и весны 2001 года. И можно сказать, что модная линия – самая модная. Всегда и везде, дома и на работе смотрите программу «Модная линия».